Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Новороссия ТВ программа «7 вопросов юристу», которая будет посвящена проблемам и юридическим вопросам, поступающим от граждан Республики в адрес адвокатов и юристов. В студии для вас работает Дмитрий Зиньковский, и в гостях у нас сегодня адвокат и правозащитник Анастасия Бутуркина, которая будет проводить ежедневный юридический ликбез, а также отвечать на вопросы, поступающие от телезрителей. Здравствуйте, Анастасия! Добрый день! В первую очередь, хотелось бы узнать о становлении, развитии и функционировании судебной системы ДНР. В первую очередь, нам необходимо обратиться уже к истории, ориентировочно вернуться на два года назад, именно к дню основания нашей Республики. Это 7 апреля 2014 года. Именно в этот день была провозглашена декларация о суверенитете ДНР. Значит, данной декларацией было провозглашено создание нового суверенного государства. В дальнейшем, как известно, 11 мая 2014 года состоялся в нашей Республике референдум о самоопределении ДНР. Перед нашим руководством, руководством нашей Республики, сразу остро стал вопрос непосредственно о функционировании и о запуске судебной системы в нашей Республике. Пока создавались правовые документы, пока пытались создать нормативно-правовую базу, в это время, какое-то время осуществляли свою деятельность суды старые, так называемые. То есть это суды украинские. Ориентировочно до июля 2014 года на территории ДНР выносились решения судами украинскими. Которые давали присягу Украине. Да, которые давали непосредственно присягу Украине. Кроме того, вторая судебная инстанция мне попадалась в практике, попадались решения суда, принятые с сентябрем-октябрем 2014 года. То есть в этот момент, если все мы помним, шли серьезные боевые действия, вплоть до обстрелов в центрах города. И в это время данная система работала. То есть все равно... Продолжали работать. Да, осуществлялось правосудие на территории нашей Республики. Но это же не могло длиться бесконечно. Необходимо было решать вопрос о запуске, о функционировании непосредственно судебной системы ДНР. Я знаю, что 22 октября 2014 года было принято какое-то временное положение о законности, об укреплении законности и правопорядка. О нем чуть подробнее. Да, значит было утверждено временное положение судебной системы. Это положение дало запуск судебной системы в нашей ДНР. Оно позволило начать становление судебной системы. То есть потихонечку стали подготавливать какую-то основу законодательную для осуществления правосудия. И началась работа по, можно так сказать, набору кадров непосредственно в судебную систему. И в дальнейшем уже, если мы обратимся немножко дальше, 9 апреля 2015 года было подписано два указа. Главой нашей Республики и этими указами на должность судей было назначено 44 человека, который, по сути, осуществляет сейчас профессиональную свою деятельность. Значит, в этом указе у нас содержалась только фамилия, имя, отчество, ну не кандидата, а уже утвержденного на должность суди. И было указано, в каком суде, межрайонном, например, или Верховном суде, либо, например, арбитражном суде, приступил к работе непосредственно данный сотрудник судебной системы ДНР. Анастасия, как в Конституции ДНР отражены основные принципы защиты граждан? Значит, конечно, вот статья 13 Конституции ДНР, в ней закреплено, что все равны перед законом и судом, а также государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка и прочего. Запрещаются в нашем государстве любые формы ограничения прав гражданина по социальной, расовой, национально-языковой и религиозной принадлежности. Также у нас есть статья Конституции, в которой закреплено, что правосудие в ДНР осуществляется исключительно судами. Также указаны, какая у нас есть система, то есть действует Верховный суд ДНР, а также иные суды. Статус полномочия предусмотрены законодательством ДНР. Анастасия, расскажите, пожалуйста, как сейчас обстоит дело с судебной практикой и обращение к юристам? — Хочется отметить тот факт, что в настоящее время увеличилось количество обращений граждан за юридической, ну или так называемой, правовой помощью. В первую очередь это, конечно, связано с тем, что на территорию нашей республики вернулось большое количество граждан, что более или менее пытаются настроить мирную жизнь. И всё-таки население не может уйти от решения каких-либо насущных проблем. — Какие сейчас вопросы самые животорпещущие такие у граждан? — Ну, в первую очередь, конечно, это остались вопросы, связанные с семейными правоотношениями. Это и расторжение брака, и взыскание алиментов на содержание детей, либо супруги, либо престарелых родителей, что и было в своё время. Есть вопросы, связанные с восстановлением родительских прав. Есть вопросы, связанные с определением места жительства ребёнка. Часто задаю данный вопрос. Кроме того, очень актуально сейчас вопрос раздела совместно нажатого имущества супругов. Есть обычные бытовые проблемы, обращаются граждане, например, связанные с залитием квартиры, с причинением материального ущерба, взыскание задолженности по каким-либо распискам. Это тоже довольно-таки много сейчас в таких гражданских делах. Трудовые споры, связанные с незаконным увольнением, с восстановлением, с какими-то ещё другими вопросами, трудовые споры тоже сейчас актуальны у нас. Установление юридических фактов, например, которые необходимы людям для оформления каких-то видов пособий, пенсии, для снятия с регистрации своих родственников или ещё что, для оформления наследства, то есть тоже установление фактов имеет сейчас место быть и в большом количестве. Но вот с возвращением людей в город Дончан, понятное дело, что количество обращений увеличилось. Сколько сейчас адвокатов работает по городу, по области? Значит, точный ответ никто не даст. Ориентировочное количество по нашей республике. Порядка 300 людей, специалистов, юристов, которые имели свидетельство на право занятия адвокатской деятельностью, они подавали свои данные в Министерство юстиции ДНР. В Совет адвокатов ДНР было подано на данный момент 134 заявки от адвокатов с просьбой внести их в реестр. То есть это те адвокаты, которые планируют работать на территории нашей республики. Однако, прекрасно мы знаем, что не все подавали, реестр пока ещё не запущен. Я думаю, что всё равно это количество адвокатов будет увеличиваться, потому что более или менее обстановка приходит в норму, люди возвращаются на места, пытаются восстановить мирную жизнь. Вопросы юридической помощи актуальны, как никогда, поэтому будут появляться однозначно. Буквально вчера, 2 февраля, в Министерстве юстиции ДНР был проведён круглый стол по обсуждению законопроекта ДНР об оказании бесплатной юридической помощи. Какие вопросы поднимались на круглом столе, какова его общая цель? Значит, очень хороший семинар был проведён действительно вчера. Мы благодарны Юстиции, Министерству юстиции, что провели действительно и подняли такой важный актуальный вопрос. Хотелось бы отметить, что на этом семинаре присутствовали не только представители Министерства юстиции, а также представители администрации главы нашей республики, МВД, представители депутатов Народного совета, также присутствовали адвокаты, правозащитники, выступали с докладами. После проведения семинара все присутствующие пришли к одному мнению, что оказание бесплатной юридической помощи – это очень актуальный вопрос, и его нужно решать как можно быстрее. Исходя из практики, могу сказать, что в настоящее время адвокаты, адвокаты, которые действуют и находятся на территории Донецкой Народной Республики, добровольно, на добровольных началах, оказывают бесплатную правовую помощь. Тем более не стоит забывать, что кроме обычных гражданских трудовых дел есть и уголовные дела. То есть есть определённая категория граждан, которым априори положен защитник. Есть такая категория дел, когда невозможно без защитника расследовать уголовное дело или рассматривать дело с судом. То есть адвокаты ведут… Это ни одно, ни два, ни десять дел. У каждого в производстве большое количество уголовных дел. И только заканчиваешь одно, сразу просят вступить и помочь в другом деле. Вот хочется понять технологию. Допустим, у меня какие-то вопросы возникли. Я прихожу к адвокату, где-то нахожу у себя поблизости, и прихожу и говорю, я хочу, чтобы моё дело рассматривалось бесплатно. Так? Как это выглядит должно? На законодательном уровне сейчас пока это ещё не работает. Какая-то категория граждан может подпадать под это? Значит, по закону определённая, конечно, категория граждан, малозащищённая, подпадает под эту категорию. Но на практике происходит всё совершенно по-другому. Например, приходит к адвокату человек, который не является несовершеннолетним, который не является инвалидом первой и второй группы, либо ещё, допустим... А давайте вот сейчас перечислим категории граждан, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь. Значит, в соответствии с данным законопроектом, опять обращаю внимание, что это законопроект, кто у нас имеет право на бесплатную юридическую помощь. Инвалиды первой и второй группы, ветераны войны, лица, получившие инвалидность при защите ДНР, или при исполнении служебных обязанностей в ДНР, а в случае их гибели члены семьи, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав, свобод и законных интересов таких детей. Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители. Лица, признанные судом недееспособны, а также их законные представители. Лица, в отношении которых суд рассматривает вопрос о применении принудительных мер медицинского характера или об их отмене. Я думаю, что это пока еще законопроект, может быть категория данных лиц может быть расширена, но мы видим, что, конечно, это социально незащищенные слои населения. На практике в настоящий момент, в принципе, любой адвокат, которому приходит человек с улицы, опять же, действует на добровольных началах, сильно не спрашивает, может ли оплатить услуги клиент или обратившийся гражданин, или нет. То есть приходит человек, могу сказать, по своей практике, есть какой-то актуальный вопрос, мы помогаем. То есть чем мы можем? Мы можем составлять какого-то рода заявления, мы можем консультировать. Ну то есть это больше похоже на консультацию? Нет, почему? Мы иногда составляем, не то что иногда, довольно часто исковые заявления абсолютно бесплатно, когда приходят мамы, например, с вопросом о взыскании алиментов на содержание детей. Если я вижу, что пришла мама и маленький ребенок, почему я буду, допустим, с нее брать деньги? Но такое тоже сейчас случается. Ну или какие-то, бывают инвалиды. Очень много вопросов, связанных действительно с людьми, которые нуждаются в медицинских мерах, принудительных, там, в лечении и прочее. Необходимо проводить специальные экспертизы. Сейчас тоже это актуально. Не стоит забывать, что у нас осталась такая категория граждан. То есть мы тоже в этом направлении помогаем людям. В завершении хочется сказать, что программа «Семь вопросов юристов» будет еженедельной. Любой желающий сможет прислать свой вопрос на e-mail, который будет указан в конце на экране. А наш правозащитник окажет вам юридическую консультацию и ответит на него. Мы будем рады оказать юридическую помощь для нашего населения вместе с каналом «Новороссия ТВ». Спасибо. Напомним, что вы смотрели программу «Семь вопросов юристу» на телеканале «Новороссия ТВ». В студии для вас работал Дмитрий Зиньковский. В гостях у нас был адвокат, правозащитник Анастасия Буторкина. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин